Квартира 21, Мирилла Ольга Николаевна. К сожалению, вот она сейчас на работе, вот присутствует ее мама, точно так же ее подпись была подделана и она сообщила, никогда не участвовала, не подписывала, ничего. И таких поддельных подписей большинство, говорит Максим Мех, он председатель ТСЖ. Голосование о смене способа управления дома прошло без его ведома. Мол, собрались активисты, которые против ТСЖ и с легкой руки подмахнули за большинство. Подписались даже за солдата, который сейчас в зоне СВО, говорят жильцы. И с 1 ноября способ управления многоквартирным жилым домом изменился, вопреки, мол, мнению людей. Нам нужен тот председатель, которого мы видим. Если у нас есть какая-то проблема, не знаю, прорвало трубу или пахнет газом или еще что-то, мы ему звоним, он приходит в течение 50 минут. То есть вот он меня, Максим Русланович у нас управляет, у нас не было с ним проблем. Дом 15, корпус 2 по улице Касимовское шоссе 2009 года постройки. Все это время он управлялся через ТСЖ. Теперь с 1 ноября 2022 года ситуация изменилась. Официально. Формально дом остается под руководством ТСЖ. И сейчас управляющая компания Рязань Комфорт Сервис начинает дом благоустраивать. Жильцы говорят, что делают они это, что называется, для картинки. Косят траву в ноябре, например. А в подъезды пытаются проникнуть с помощью болгарки, ибо жильцы не пускают. Жильцам, естественно, такая ситуация не по нраву. Когда узнали о подделке, в жилищную инспекцию обратилось большое количество людей. Вот я говорил про 44 человек. Значит, один человек обратился непосредственно через сайт госуслуги, а 43 обратились с помощью коллективных заявлений. И все жители как один говорят, что мы не принимали участие в голосовании, мы не подписывали вот этих бланков, которые были приобщены к протоколу общего собрания. Говорить о том, что абсолютно все жители дома за ТСЖ тоже нельзя. Однако жители говорят, что это все равно не то количество, которое нужно для смены формы управления. Жители уже написали и в госжилинспекцию, и к губернатору. Пока ответы их не радуют. ГЖИ смену власти признал законной. Номер 433, он 19 октября 2022 года. Приступить к полномочиям с 1 ноября, управлением данным МКД. Жители дома, буквально вчера, вот мы встречались, было собрание у нас. То есть недовольные жители в основном это те, это члены правления, это ТСЖ и председатели ТСЖ. Пока что это только начало огромного сражения, где свою правду каждый из сторон обещает подкрепить документально. А в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов». Наша съемочная группа направит запрос в госжилинспекцию за комментарием. Мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует...